Субтитры делал DimaTorzok Если мы покупаем DLS для одной из игр, то, соответственно, автоматически она добавляется и до другой Соответственно, вышел сегодня, наконец-то, новый автобус Это у нас VDL Futura, двухэтажный Должен был он выйти еще вчера, но что-то какая-то загвоздка у ТМЛ со Steam произошла Ну, в общем, с горем пополам, он, наконец-то, вышел Стоит он немножко, на мой взгляд, дороговато, потому что, в принципе, за 580 рублей сейчас так стоит он в Steam Мы получаем всего лишь один автобус в двух вариациях Это 131 и 141, что, соответственно, у нас различается только по длине То есть 13 метров и 14 метров, соответственно По раскраскам еще не копался Вроде поддерживаются в воркшопе различные раскраски Соответственно, на вкус и цвет, кто там что себе хочет, тот может себе выбрать Либо там придумать свою, собственно, раскраску В общем, вот так вот он у нас выглядит В принципе, те, у кого уже была DLS с VDL, то есть не с двухэтажными автобусами Но тоже этой марки, как бы, в принципе, особых различий здесь не видят Ну, единственное, что да, он теперь двухэтажный и, в принципе, все Давайте посмотрим, как он выглядит изнутри То есть приборка, навигатор, соответственно, все, ну, все, как и в предыдущем VDL Хотя, в принципе, вроде как есть какие-то различия То есть, как бы, в принципе, салон, понятно, что у нас двухэтажный Внизу у нас, как бы, со столиками идет все Сверху у нас просто сидячие места Сразу скажу, я тут немножко полазил до всего, ну, до записи И единственное, что могу сказать, с освещением какая-то лажа Именно сверху, сейчас я вам покажу То есть, присутствуют у нас какие-то, как я не знаю, артефакты, не артефакты В общем, сейчас увидите, сейчас покажу Вот если мы включаем обычный свет в салоне То у нас вот здесь вот прям какая-то нереальная люстра горит Причем непонятно, откуда источник света И при этом наша тень, то есть, отображается Прямо все перекрывает Причем здесь почему-то синим цветом Как-то вот здесь понятно Как вот, в принципе, какой-то яркий источник света И непонятно он откуда светит И что вообще он всем представляет В целом, ну, так, в принципе, освещение, да, добротное Так, выключим, поставим просто для чтения освещения Здесь у нас, ну, соответственно, стандартные кнопочки Туалет, Wi-Fi, телевизор Так, радио мы не будем включать Здесь вот одна такая приборочка Соответственно, у нас, давайте посмотрим, как у нас тут двери дублируются Показывают, как открыто-закрыто Вроде как писали разработчики, что у нас все здесь дублируется Но, видимо, ни хрена у нас здесь ничего не дублируется Да, то есть двери мы открываем-закрываем У нас ничего не отображается Ну, и ладно Маночки включим У нас подъем-опускание То есть управление чисто автобусом Так, нет Поставим 19 градусов Надеюсь, что у нас никто против пассажиров Вот, даже вентиляторы снаружи крутят Прикольно Интересненько Ну, ладно Не будем задерживаться Поедем, нас уже там ждут пассажиры Мы с вами сейчас проедемся Посмотрим, как у нас ведет себя автобус дороги Ну, и, соответственно, посмотрим, как у нас пассажиры садятся, не садятся То есть, как это все Да, опять же, еще хочу сказать Добавили, так же, как в последних автобусах у нас есть тюнинг Ну, посредственный, скажем так, тюнинг То есть, у нас добавляются Вместо зеркал можно поставить камеры, что я и сделал И, соответственно, колпаки На колеса В принципе, на этом тюнинг Закончен Так, я надеюсь, мы там Завет не заденем Автобус у нас практически слышно То есть, тихий Ну, потому что длинный движок у нас находится сзади Практически слышно Немножко некомфортно Больше слышно внешние звуки То есть, улицу Автобус практически Такая подсветка, как на Ладе, конечно Рук наконец-то заработал немножко Стало слышно его Так, наши пассажиры 12 скоростей в автобусе с ретардером Поедем с вами из Берна Жени Так, интересно Газ отпускаешь Автобус у нас практически там Устанавливается Нейтралочку поставим И, собственно Откроем двери Так По багажному отсеку Они у нас По-моему Багажник раз Багажник что? Это открывается Это открывается Здесь у нас, по-моему, дверка открывается И, собственно Да, с освещением, конечно Здесь Возможно У меня просто еще стоит Фильтр Хотя, вроде бы Я его отключал Сейчас, секунду Да, у меня все отключено Понятно, почему У нас все Так, все Понадкрывали мы Багажники Народ уже у нас Закинул Все Своё барахло Давайте будем проверять билеты Привет, чувак Сейчас я загружу Программку Приложения И мы тебя проверим Так, ты у нас Правильно Есть Кто-то у нас Ставьер Есть такой Заходи До сих пор У нас телепортируются Пассажиры То есть, даже В туристбассе Они уже сами заходят Ну, здесь они у нас Почему-то телепортируются Хотя, вроде как Разработчики говорили Что давным-давно Еще они об этом говорили Что должны сделать Чтобы они заходили И так далее Но, к сожалению Пока что Вот интересный Подсвет Это оранжевенькое Под автобусом Так У нас кто? Зоя Зоя, Зоя, Зоя Есть такая Запрыгивай Здесь, мне кажется У нас больше народу Чем 10 человек Но для такого автобуса Тем более странно Что вообще 10 Аллейна какая-то Сальвада Есть такая Запрыгивай Ааа Это пассажир В Ренес Слушай, братан Но Ренес не едем Так что Извини Мы едем в Женеву Так, ло Че ты там Высматривай Уранная подруга Ну, ладно Тро или Миро Доходи Привет Есть такая Запрыгивай Да есть Женеву Лукай Заходи Заходи Так, а ты по-моему У нас вообще Че-то ошибся Немножко автобусом Потому что ты едешь В Хейдельберг Какой-то Так что Извини Есть такой У нас кого-то Не хватает А вот Там я не провериваю Так Рабия Какая-то Есть такая Проверил У нас кто? Инжи Какая-то Да, все Это последняя Запрыгивай Так Багажнич Можно закрывать Здесь Закрыли Сейчас посмотрим Как у нас Растелись Все Так Ну, как-то Немножко Конечно Ноги у тебя Проваливаются В сиденье Но надеюсь Что тебе Будет Удобно Здесь У нас Почему-то Вот Что-то Здесь С освещением Причем Аж На втором Этаже А здесь Прям Какая-то Непонятный Источник освещения Какой-то Что Прям Жесть Какая-то Причем Здесь Его нету Как бы Лампочек Нету А освещение Как бы По сути Есть Подсветочка Лестницы У нас Народ Тоже Расселся 10 человек Всего Такой Огромный Автобус Но Да ладно Да С источниками Света Какая-то Реально Понятная Штука Лампа Для чтения Мы сделаем Так Делаем Объявление Откроем Толкан Так Отправление В 23.32 Сейчас у нас 23.27 Пока у нас Как раз Пройдет Обновление И в принципе Объявление Точнее И в принципе Мы наверное Уже будем Отправляться Что за Фигня У нас Тут Произошло Кратан У тебя Все нормально Упс Упс Окей Понятное Произошло С чуваком Залетел На стоянку Благо Тут не было Пассажиров Никто Не пострадал Но у чувака Явно Какие-то проблемы Видать Заснул Просто за рулем Но бывает Так Ладно Немножко Мы наверное Пораньше Стартанем Камера С заднего вида У нас Работает Автобус У нас Большой Поэтому Попробуем С первого раза Конечно Развернуться Ничего не обещаю Но вроде как Должно Получиться Так Все нормально Мы проходим Так Сейчас Посмотрим Сыхали Да Получили О не Не В салоне Холодно Чуть Те Вечно Не нравится Сейчас Сделаю Температуру Так Народ Будет Говорить Что Жарко Давайте Поставим На 21 Градус Все Поехали Должны Два часа Приехать В принципе Какое долгое у нас объявление Пробег у нас работает Причем Я смотрю Прям до метров Интересно Можно было Конечно Включить В салоне Музыку Но я Этого делать Не буду Потому что У нас Все Приглушаться До сих пор У нас в игре Присутствуют Конечно Какие-то Артефакты По Освещению Не по Освещению Но По крайней мере Игру Не забрасывают То есть Это уже Большой Плюс Я Вот единственное Что не знаю Как на таком Огромном Автобусе Ездить В туристбасс Стимуляторе Потому что Там на острове Довольно-таки Улочки И Соответственно Где-то Что-то Поворачивать Будет Проблематично То есть В фернбассе По крайней мере В этом плане Еще более-менее Все нормально То есть Можно спокойно Где-то Разъехаться Спокойно Повернуть В туристбассе Конечно Придется Немножко Пострадать Когда мы Будем заезжать В какой-либо Из городков Как бы По трассе В принципе Проблем не возникнет А вот В городской среде Там конечно Немножко Придется Страдануть Привысили скорость Хотя непонятно Мы вроде Уже за городом едем А Ограничение у нас Почему-то 50 км в час Значит Будем ехать 50 км Еще все В городской зоне Все никак Я не могу Собраться С мыслями И открыть По карьере Все города А их уже Ну довольно-таки Много Потому что И добавля Добавилась Франция Еще там Какие-то города То есть По-моему Вроде как Недавно Тмл К добавила Еще То ли Два То ли Три Города Что-то Такого Плана Было Возможно Запишу Отдельное Видео По тем Городам Можно Будет Прокатиться Так По метров Можно Поддать Газку Пока Вроде У нас Пассажиры Ни на что Не жалуются Это Хорошо Довольно Мягко Себе Ведет Автобус По дороге Города за счет того что двигатель у нас находится естественно сзади то получается у нас тут а много различных звуков которые перекрывают звук движка и ну так немножко странно получается это все слушать и ощущать какой-то там допустим пластик в каком-то месте крепит шуршит дорогу слышно а движок при этом не слышно как бы как на электромобиле мы прям ей надеюсь мы в дороге не попадем ни в какие неприятности потому что трафик довольно таки агрессивно себя ведет и агрессивно одновременно поворотик тормоза довольно таки резкие такого огромного автобуса похвали на и обычно конечно развязочку точек когда газ нажимаешь пол прям уж начинается его странно почему трафика еще кто не обогнал хотя обычно они здесь носят нехило вот сообщение что-то видать они подправили с трафиком потому что трафик пока что хотя нету первый пошел кончик здесь кстати по погода в плане сезонов зависит если мы выставляем реалистичность зависит по кампу то есть как бы меня стоит реалистичная погода соответственно зима время стоит тоже выставляется но вот тоже с одной стороны непонятно вроде как если ты выставляешь время старта такое которое у тебя на компе почему нельзя чтобы она и шло как на компе понятно да то что у нас здесь масштаб и один к одному и ну невозможно будет там скажем так за минуту преодолеть какое-то там нереальное расстояние но можно было бы как нибудь такого в этом плане а получается мы стартуем в то время как у нас привязана компу но при этом сейчас уже 0024 время игровое хотя по моим 2352 а стартовали мы в принципе тоже время что и по компу 81 километра нам остался ехать а вот когда газ пол прям движущих вспышно что мы под нагрузочку сейчас поднимаемся в гору при этом скорость у нас медленнее набирается языка можно было конечно на круизе поехать но еще в легких путей и доверяем технику налоги один видать уже на круизе заснул осна автобусной станции что-то полетел на фуре мы так в принципе плохо в районе соточки едем причем на соточке у нас примерно переключается уже на 12 передачу то есть запас у автобуса достаточно большой там 140 он тоже пойдет но конечно вот эта ядреная подсветка лады это полная жесть и приборка похоже на ладовскую вот как то здесь вот по трассе не очень комфортно едется ну в городской среде конечно поинтереснее управлять автобусом по трассе во первых тупо по прямой практически еще во вторых как я уже до этого разговор но говорил на видео вот эти повороты как-то не немножко так под фризе вот начала все отпустил а в том плане что вроде у нас затяжной поворот не проблемные а руль мы выворачиваем там чуть ли не на пол оборота чтобы слегка повернуть так давайте мы на обгоним товарищи медленных а не надо будет пешеные набойщики по нашим нас тоже не заснул с рулем вроде мы перестроились немножко руля мы поворачивали нормально по градусам и как бы немножко странно непривычно особенно для тех у кого есть права и будет машину в реальной жизни конечно но так не очень комфортно будет потому что вот чтобы ехать прямо это надо вот прям как будто люфт у нас рулевого колеса и надо его вращать прям и по полу оборота в каждую сторону 23 километра осталось сейчас мы уже будем подъезжать городу в принципе по времени мы вроде как успеваем по графику по графику но как обычно как мы заедем в город начнутся светофоры начнется одно третье десятое какие-нибудь пробки хотя в час ночи я сомневаюсь что будут какие-либо пробки но все может быть так средний ряд право у нас уходит какая-то дикая здесь ох 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 что нам еще здесь строится по звукам как будто мы поехали на другое полотно ну типа снежная хотя в принципе у нас ничего у нас стал нормально странно вроде уже как бы в город но при этом а все поменялся на 5 километров в час дому даже раньше времени приедем причем довольно таки намного раньше в общем что сказать в целом да автобус крутой автобус классный как обычно все по лицензии то есть к этому не подкопаться единственное что меня смущает немножко цена 580 рублей в принципе за один вариант автобуса ну потому что я реально он один ну и вариация всего лишь отличается тем что длина всего лишь на метр больше там и так далее то есть как бы ну за один автобус как бы да понятно раньше мы тоже платили за одну марку но там было несколько вариаций автобусов там 3-4 то есть и по длине они различались да и в салоне а тут получается как бы у нас уже есть данная марка в этом господи в игре то есть к ней добавился двухэтажная вариация и при этом как отдельная длс к то есть 580 рублей как будто ну немножко странная политика то есть как бы ну там 300 рублей я бы еще ну куда не шло можно было взять но 580 немножко кажется мне с перебором ну тмл в этом плане да и вообще все остальные немцы всегда были немножко жадные скажем так в этом плане вот как я и говорил мы въехали в город начали светофор за светофорами и сейчас мы будем еще можем еще и опоздать но надо отдать должное они что то еще в игру добавляют и бесплатно то есть как бы в этом плане конечно молодцы чё мы все стоим у всех красный зеленые кстати у кого-то кольцо видимо автобусов потому что у нас смотрю автобусики припаркованы краски дай поедем это вы а мы опять на светофоре хотя можно было вон сюда заехать что пришлось бы покрутиться дикое расположение светофоров потому что вот мы подъехали к стоп-линии а светофор у нас вот блин вот здесь то есть не сверху где дубляж светофоров то есть либо нужно вообще прямо за километр до стоп-линия останавливаться либо вот как чувак остановился вообще нормальную а чё там давай переключайся конечно светофоры просто долги особенно с тем учетом если брать что в игре время идет быстрее то здесь стоишь на светофоре иногда столько же по времени сколько на реальном светофоре в жизнь стоишь но нет а 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 и а а и и и и и выходим спасибо что воспользовались нашими услугами если вам выдам багаж и принципе и дуле вот у нас возникли какие-то проблемы 1 сейчас откроем с этой стороны так все забрали надо все молодцы и свободно спасибо что воспользовались услугами нашей компании обращайтесь еще в общем вот так вот выглядит наш новый автобус новая длс к еще раз повторюсь что если мы берем ее для одной игры а у вас две игры то автоматически у нас добавляется и во вторую игру то есть мы берем только для одной игры и автоматом получаем во вторую игру в общем вот так вот это у нас все выглядит может быть будет настроение выпущу видео как этот автобус у нас смотрится в туристбасе как мы там будем страдать в городской зоне но пока что большие автобусы я привык фернбасе смотреть тестить и кататься в общем как то так всем спасибо за просмотр ставьте лайк дизлайк подписывайтесь на канал и следите за всеми остальными новостями всем спасибо и всем пока